Нормально, крутить надо. Ты забыл, что надо крутить, Игорь? Опаньки! Так, Покорябцев все забыл. Я знаю, почему он забыл. Потому что он ждет Просека. А у нас сегодня не просто Просека, у нас лето в разгаре. Вообще, если честно, сегодня 1 июня, и следующая наша съемка, она будет все равно летом, но тем не менее мы... А-а-а! Открываем! Так, закрываем один сезон, открываем другой, но либо у нас межсезонье такое, мы расстаемся всего лишь на 4,5 недели. Аня взбивает персики, у нас будет настоящий билини. Называется «Завидуйте молча». Вот так у нас проходят съемки. Вот так мы расстаемся на 4,5 недели. Так, посмотрите, чтобы сделать настоящий билини, рецепт будет отдельно, да. Совсем простая история. Здесь килограмм персиков, 3 малинки и бутылка Просека. Все. Дальше берем кувшин. А, маленький секрет. Кувшин сначала наливаем игристый. Потому что если сразу налить персик, будет очень много пены. А вот если игристая, то пены будет ровно столько, сколько нам не помешает. Ну и бокалы, конечно, девочки. Бокалы. Леша. Вот. Леша, бокалы. Вы снимаете бокалы. Это волшебно. Это вообще. Билини, это волшебно. Андрей Сергеевич, только никто не скажет, правда? Любимый напиток летом Андрей Сергеевич. Вот такая у меня компания, а? Да? Команда молодости наша. А что-то темно, Игорь. Специально? Этот свет, конечно, нас всех впечатлил. Бил такое? Нет, не видели мы такого. Никто такого не видел. Давай снимать. Смотрите, как красиво. Серьезно, что ли? Клеточку? Так. Это свет бьет через итальянское окно. Двадцать первый сезон отправляется в плавание. Что-то вы путаетесь сезонами, я не знаю. Почему двадцать первый, конечно. Почему? Ну, потому что... Подождите. В третьем году мы начали осенью. В двадцать четвертом году осенью. Двадцать первый сезон. Как еще? Это волшебное, я считаю. Можно уже запомнить. Где-нибудь записали уже. Это тупо, что... Можно математически. У нас сейчас 852-я программа. В среднем их 39. 852-я программа. Скоро будем тысячную праздновать. Так, надо придумать коктейль, который мы будем пить на тысячную. Еще пять лет почти. Кого там у нас, Леша? Еще пять лет? Ну, сорок программ в год. Заправочная дверь. Как пять лет? Три-три. Три года? Четыре. Это очень быстро, они пролетят. Это уже завтра. К сожалению. Мне будет 55 лет. Снова же. Всего? Да ты уже на все стопы будешь рябать. Слава тебе. Ну что? Не знаю, как вы, а мы едим дома. Ура! Ура! И пьем в Беллине. Да. Все молодцы, все пять с плюсом. И надо... Давай, хорошего отдыха. Поделим даром. Вам тоже. Спасибо. Все. У нас новая рубрика. Что у вас на завтрак? Ну, давай, Елена, рассказывай, что это на завтрак. У меня на завтрак белок, у меня на завтрак яйцо, и у меня на завтрак, возможно, какая-нибудь индюшачья ветчина. Ну, то есть, как нарезка. Ну, курица, ветчина. Ну, курица, ветчина, да. У меня на завтрак ничего. У меня просто... А тебя ругают за это. Ну, вы знаете, мы все разные. Но мне кажется, уже пора себя почувствовать и пора осознать, что тебе нужно, что тебе в пользу, что тебе во вред. Вернее, так, я могу сказать, что мой завтрак начинается в час дня. Потому что у меня очень много дел с утра. Реально. Я встаю рада. Я многозадачный человек, но при этом по-прежнему считаю, что есть поздно, значит, а вредно. Не стоит. Мы все с тобой согласны. Да. Но мы иногда грешим этим. Ну, конечно, нет. Ну, если каникулы, если отдых. Более того, так если отдых, то и на завтрак можно круассан съесть с маслом, с джемом. Но я хочу, знаешь, на что обратить внимание? Что должно быть в холодильнике для того, чтобы мы себя чувствовали максимально круто. Так. Ну, то есть, чтобы это было вкусно, это важно. Я поэтому, да, я поэтому вкусно ставлю в первую очередь. Чтобы это было не скучно, чтобы это была не насильственная диета. Да, но ты стоишь по алфавиту. В же впереди, П идет. Все логично. А вот да? Да. Так вот, чтобы это было вкусно и полезно. Открываем холодильник. И сейчас, возможно, вы удивитесь. Во-первых, сливочное масло. Дальше. Сыр. Любая нарезка, любой сыр твердый, какой вам нравится. Не обезжиренный. Йогурты. Не обезжиренный. Нормальный йогурт без сахара. А если козий или олечный, вообще не так. Вообще прекрасно, особенно если у вас есть проблемы с фрактозой. Зелень. Много зелени. Любой. Оливки. И утром тоже. Смотрите, как делают греки и турки. Кефир. Отличная вещь. Кто любит соки, я не фанат, но сок свежевыжатый или хорошо консервированный, так грамотный. Ну и понятные, ну, яйца. Как сказала Юля, вот они. Яйца. Ветчина. Разные сыры. И если... Ну, кстати, вот, например, если нужна крупа, то либо гречка, либо вот здесь киноа в данном случае. Это можно заранее приготовить. И это уже, честно говоря, спасатели. Масло прячу в холодильник. Это спасатели не только на завтрак, но и на ночь. Да. Потому что в этих продуктах, ну, как сказать, нельзя сказать, что нет вреда. Потому что если съесть пачку сливочного масла, конечно, это вредно. Если 8 йогуртов съесть, это вредно. Если выпить литр сока, это вредно. Но если соблюдать меру, вот, соотношение количества и качества, то тут, вот, про просто все микроэлементы, безусловно, речено можно заменить сёмкой. Угу, конечно. Да? Или яйца можно заменить, например, творогом. Да. Киноа гречкой. Ну, тут, опять-таки, каждый уже под себя. Да. Ну, вот это, мне кажется, базовая корзина для человека, который хочет чувствовать себя хорошо. Это главное. Это главное. Потому что хорошее самочувствие не бывает только физиологическим. Оно должно быть тоже эмоциональным. Угу. И, конечно, я не против. Ну, ребят, смотрите. Какие-то хорошие сухарики, бананы кто-то хочет. Клепы или булки любые. Я вообще не против. Серьезно. Мы с Юлей находимся в таком каникулярном состоянии. У нас короткие каникулы перед таким ещё летним забегом работы. Короткие, из-за этого немного истеричные. Да. В плане еды. Ну, мы стараемся. Мы стараемся. Смотри, как у нас всё грамотно подограно. Да, да, да. Но я по-прежнему про завтрак. Вот у меня на завтрак всё-таки есть горсть необходимых микроэлементов. Угу. Это серьёзная горсть. Сегодня про всю горсть говорить не буду. Но скажу про омегу. Вот это омега-3 солгар. Угу. Вообще без омеги тут даже дело вообще не в возрастной группе. Тут дело в том, что мы не получаем достаточно омеги. Ну, мы не сможем столько калорий употребить. Слушай, моим детям прописано омега. Вот. Хотя они подростки. Вот. Да, да. Им всем нам показано. Количество жирной рыбы, оливкового масла, лиминого масла, там всех остальных элементов, из которых можно получить омегу, это вот такое количество калорий. Угу. И я не готова, например, булкой пожертвовать ради того, чтобы я съедала каждый день 250 граммов, там, семги. Да ты не сможешь съедать каждый день. Не могу. Не влежит. Мне так тоже иначе сказал, я говорю, а что мне нужно делать? Это, правда, касалось других немножко, там, моментов, там, знаешь, вот этих андропротекторов, которые, я говорю, а сколько нужно съедать? Он говорит, да вы никогда столько не съедите. Ну, сколько? Ну, скажите мне, я съем. Он говорит, ну, 20 цыплят. Вы съедите в день? Ну, вот из этой серии. Нет, ну, правда, нет, смотрите, в одном авокадо, все говорят, осторожно, оно полезное, но только оно очень калорийное. Или рыба, ну, например, в селёдке, селёдка очень полезная. Первое, что для меня такой момент стоп-сигнал, это селёдка и консерванты, кроме соли. Это и помимо соли. Второй стоп-сигнал соль, но я просто мало соли ем во всём остальном, не моя тема. То есть это, ну и дальше, как она хранилась, насколько, как она была заморожена, переморожена, что-то осталось из той полезной омеги, которая максимально может быть усвоена. Поэтому солгар в этом смысле меня выручает всегда. Вот в моей, вот в моём завтраке есть всегда солгар. Притом, смотри, омега-3 солгар, ЭПК и ДГК, ты понимаешь, это 950 миллиграмм омеги чистой, которая нужна человеку в сутки. И максимальная доза, которая легко усваивается. Более того, это омега из жирных сортов рыбы. Сардины, сельдь, сёмга и так далее. Мы не съедим столько рыбы, мы не найдём столько рыбы. Просто зайти в магазин и купить тебе хорошие сардины. А расскажите мне, а вот сейчас, правда, нужен ваш ответ, где в Москве можно купить хорошие сардины? Свежие, не консервированные. Я не говорю про шпроты. Да. Поэтому это очень важно. Более того, здесь ещё этот рыбий жир обрабатывается специальным образом. Это такая микромолекулярная дистилляция. То есть здесь нет тяжёлых металлов. А вот эти соли тяжёлых металлов, которые мы все боимся, то, что в океане там рыба плавает, и что-то там набирает. Действительно есть такая какая-то тема, что люди волнуются, что если ты ешь рыбу вот этих из холодных вод океанических. Особенно придомные какие-то. Да. То есть тунец, вот опять-таки сардины, сельдь. Что это как бы где там вред, где польза. Так вот в этой таблетке только польза, потому что этот жир обработанный рыбий, жир, который уже прошёл вот эту дистилляцию. Поэтому я считаю, слушайте, ребята, либо выходные, каникулы или рабочие будни можем себе позволить немножко больше там булку с шоколадом на завтрак и ещё какие-то радости, кому что нравится. Или наоборот, нужно сконцентрироваться, сосредоточиться на рабочем таком графике. И нужно очень чётко понимать, что ты ешь, что ты пьёшь, как ты сохраняешь энергию, как ты её тратишь. В любом случае нужно поддерживать свой организм изнутри. Вот омега-3 и солгар – это прямо путь к здоровью. Кстати, красоте тоже. Без омеги нет ни кожи, ни волос. Ну, об этом можно, я ещё раз поговорю. Продается только в аптеках. Мне несколько раз в жизни снились вещи и сны. Да? Да. Я серьёзно? Я верю. Ну, то есть, действительно, снилось то, что потом вот прямо случилось. Буквально или всё-таки в каком-то метафорическом образе? Как Татьяне «Сон про медведя» или нет? Нет, ну, это метафорически, кстати, красивая, очень красивая метафора. Очень-очень красивая, да. И очень там ещё до всяких Фрейдов и Ницша гениальные совершенно, ну, что значит, до всяких, как будто они до этого были Софокулы и разные другие авторы, которые тоже вот эти все внутренние желания человека каким-то образом сначала оформляли в какую-то идею, да, а потом фактами это случалось. Удивительно, знаешь что? Что на любом этапе развития цивилизации сны остаются как были загадкой и совершенно непостижимым. Как и остались? Ну, да. Ну, вообще, как бы мозг, он непостижим. А сон – это же напрямую произведение мозга. Ну, если, например, какие-то идеи творческие, ну, у художников, у режиссёров, у композиторов. У Менделеева. У Менделеева, говорят, что ему приснилась его таблица. Ну, то есть, это понятно, что у нас какая-то связь с чем-то другим, да, который выдаёт результаты. Бывают такие сны, я сейчас не могу сказать, наверное, мне очень давно не снилось вещих снов, но бывают такие сны, вот под впечатлением ходишь целый день. А управлять с нами ты можешь? Бывает у тебя такое состояние, что ты внутри сна, вдруг понимаешь… Надо проснуться. Нет, не надо проснуться. Надо проснуться – это другое. Это кошмар. что это сон, но он какой-то даёт себе такой намёк на то, что ты вроде как можешь повлиять на развитие событий, ты начинаешь там внутри. Нет, у тебя такое не бывает? Нет, но это же есть так, как говорят, что можно научиться. Нет, я с детства умею. Вот, ну, значит, у тебя такая есть. Ой, привет. Поробушка, говорю, не надо, не надо, не надо. Нет, у меня бывает другое. У меня бывает, например, когда я на диете, ну, в смысле, я себя ограничиваю, мне обязательно начинает сниться еда. Угу. Мне снится вот булки, какой-то стол, я ем, или наоборот, много еды я не могу поесть. Ну, это тебе подсказывает через подсознание, через сон, тебе организм сигналы посылает. Здесь никакой мистики нет. Это, я помню, я читала статью, женщина проводила эксперимент. Какая-то она, по-моему, в Скандинавии она была, учёная, проводила эксперимент. Она поселилась, значит, где-то там в лесу, в хижине, пыталась воспроизвести быт, не знаю, там, 10 века, как вот жили тогда люди. И, говорит, через там 2 или 3 недели мне началась сниться чёрная смородина. Зимой или там осенью или весной. И, говорит, я стала понимать, что мне не хватает витамина С. Но в итоге для неё там это всё печально закончилось, потому что не поступало нужных микроэлементов, и там зубы повыпадали, в общем-то. Кошмар, чё? Да, серьёзно, ну вот такой был эксперимент. Поэтому, конечно, тебе начнёт сниться и апельсины, и витамин С шипучий, будешь видеть таблетку, которая растворяется в стакане. Нет, это как раз объяснимые вещи. А вот сны, которые предсказывают то, что ещё не произошло, вот их как объяснить? Не понимаю. Ну и вообще есть несколько снов, которые я помню всю свою жизнь. А ещё мы так часто переезжали в детстве. Мама мне когда-то сказала, что если крысы снятся, это к смене места жительства. Слушай, Юля, я не могу тебе сказать, сколько раз это в моей жизни сбывалось. То ли эта идея была посажена в моё подсознание, ну, понимаешь, но откуда подсознание знает, что ты через три дня переезжаешь? На то оно и подсознание, что оно считывает какие-то не считываемые сознания. И соединяет это всё, и даёт мне крысу. И даёт тебе образ. Мне никогда крысы не снились, зато акулы снились. Я в детстве очень боялась акул. Почему? Потому что я посмотрела с Жакой в кусту какой-то выпуск. Прошло изрядное количество времени. Мне снится, что мы с моим классом плывём на экскурсию на какой-то барже. Посреди баржи такая вот рубка. Помню это до сих пор. Мне было 10 лет, наверное. Мы плывём, значит, на эту баржу, ну, по морю. И я... Все уходят купаться туда, вот за эту рубку. А я стоюсь на этой стороне. Они все купаются, купаются. А я обхожу вот так эту рубку кругом. И смотри, вижу, даже до горизонта. Это всё в акулиих плавниках. Мне кажется, сейчас только стало меньше. Немножко боятся акул. Я поняла, что в Москве не такая большая вероятность с ними встретиться у себя в ванной комнате. У меня просто вот-вот ужасный был сон. А крысы ещё пока не было. Ну, я и место жительства ещё пока не меняла. Но всё равно ведь ни один учёный не объяснил толком, что такое сны. Вот можно... Черниговская много говорит про мозг, очень много интересного, про сознание. Ну и вообще другие учёные, которые это изучают, они говорят, вот здесь есть гипофиз, здесь гипоталамус. Про физиологию многое уже понятно. Ну да, благодаря тому, ну вот они раскрыли, посмотрели, назвали своими какими-то латинскими словами. Но по большому счёту... Ну что-то там про гормоны понятно, да. И то не всё. Вообще не всё. Поэтому тут такая... Эта тема очень интересная. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова